и снова здравствуйте всем привет и так вот такой вот результат значит джуди хопкинс в принципе симпатно выглядит еще правда добавить и возможно веки так что здесь было сделано значит вставлена косточка челюсти и зубов по прошлым роликом так вставлены так кости глаз они теперь будут двигаться теперь что еще тут хвост добавился косточки хвоста добавлены косточки просто привязаны именно к тазу вот они вот эти кости это на подсумке чтобы при анимации подсумки не искажались ну и в принципе все таких больших а вот она еще еще одна косточка на жетон добавлено кстати давайте сейчас его привяжем я его по моему не привязал так это control пи будет бон ну чтобы он тоже не искажался не искривлялся был привязан к одной точке допустим к этой кости так теперь что у нас дальше хотелось бы переделать уши почему вот это вот дело не подошло сейчас покажу почему начинает тут ломать начал поправлять веса и короче там результат нулевой вот привязка не идет и вот эта шишка вот уже и подправлял значит так их кости и в мешу гонял тут поглубже и сзади ставил и веса поправлял ну чуть получше где-то чуть похуже на результат вот такой вот ну давайте его обыграем зайдем сейчас в edit mode и вот эти кости принципе долой так вот эти тоже можно делить бон так что еще хотелось бы переделать хотелось бы значит какую штуку сделать вот эту косточку одну которая держит именно форму черепа да не дает при перекручивании ломаться вот этой голове я ее чуть выше подниму потому что возможно будет как перекручиваться ухо ну здесь вот должна какая-то часть хряща оставаться так теперь что так вот эту косточку значит джи можно сделать тоже поменьше эту чуть-чуть сюда подправить сделать shift д дубликат кости вот так вот поставить его в меш вот сюда так этот эту косточку можно даже еще глубже и под углом как-то вот сюда наверно и погнали прогоним сейчас кости каким вариантом так вот эту кость привяжем через shift левое кнопка мыши к основной control и keep offset так g выравниваем и погнали ее вверх е можно побольше кости делать чтобы их не сильно много тут было тоже а вот этот край нам вообще просто можно пройти по крупному а потом заменить эти кости на какие-нибудь ну на какой-нибудь внешний вид да и будет зашибись так это вот сюда засаживаем там в меш как-то поглубже их так а это значит вот сюда так смотрите вот эту кость нельзя ставить ниже основной от этой кости потому что при изгибе вот этой полосы не будет и тогда начнутся казусы наверно тоже какие нибудь так теперь эту косточку сюда мы смотрим чтобы все было по уху чтобы все было хорошо так мы все теперь так копируем вот эти кости так давайте на вот эти сейчас тоже удалим delete bomb и тогда полностью вот эти кости у уха копируем на эту сторону делаем shift d щелчок правая кнопка мыши mirror x global разворачиваем подгоняем как то так то сейчас если что то пойдет не так подменяем ее выбираем mesh ну нашего значит персонажа и решив левая кнопка мыши кости control p сочетание клавиш и вот автоматик будет все привязывается все зашибись теперь выбираем только кости и заходим в post mode выбираем основную нашу вот эту косточку и вот вы видите что все гнется нормально ничего нигде не вылазит так можем ее так это сильно наверно можем ее перекручивать и ухо опускать и так уши значит настроены все вроде бы подправлено косточки вставлены под сумки привязаны ну вот смотрите какой будет вылазить косяк с этим ригом именно миксамовским так как детали тут отдельные давайте еще детали рассмотрим аж тело тут отдельно перчатки тоже отдельно станцы тоже отдельно можно использовать персонажа в разных таких одежах можно добавлять свои неодежи и будет прикольно так alt h возврат назад английская h кстати скрывает так ctrl z так ctrl z ctrl z английская h скрывает какие-то вещи alt h возвращает видимость их назад это если чтобы не мешало там что-то при какой-то работе так что еще тут будет какой косяк конечно лучше бы свой риг вставить ну просто я ленюсь неохота пока в будущем возможно вставлю свой как-то сделаю свой риг там будет другая привязка в другие возможности для чего они будут нужны сейчас покажу именно если мы сейчас импортируем сюда файл с миксама ну давайте вот бег так отводим его в бок преобразуем n панели аддоном миксама кости во внешний вид как у этого персонажа выбираем кости персонажа настроенного и вот этого с анимацией делаем ctrl l сочетание клавиш link animation и все вот у нас получается на эти кости скопировалась так вот это все сейчас пока удалим delete и вот у нас скопировалась анимация ставим двадцатый кадр но минусы вот в чем смотрите во первых растягиваются колени это не хорошо не очень вид почему потому что тут идет сгиб кости и вот эти накладки хорошо бы было привязать к отдельным костям а отдельные кости привязать допустим какой-нибудь кости здесь к колену и чтобы на этой косточке значит все это дело было настроено как подсумки вот эти сейчас я покажу как они настроены на отдельную кость но когда мы выбираем теперь подсумок видите близко кости стояли значит к мэшу и они тоже привязали светами вот это дело тоже не год смотрите что сделаем зайдем в диплом и вот эту косточку отведем подальше от мэша теперь выберем значит нашего персонажа выберем кости control путь автоматик перевязан и вот вот этот подсумок G теперь нужно назад вывести к этой косточке ну как то так и поближе к туговке так смотрим не отрезалось это дело находим теперь кости заходим в пост мод выбираем косточку G так вот у нас подсумок этот вязался мы его теперь выбираем через шифт кости заходим в пост мод и привязываем к этой кости это будет у нас бонус так все нормально привязался теперь заходим в пост мод и просто вот это дело подставим назад кости так подсумку теперь убираем кости пост мод надо их поставить назад так вот эту проблему можно решить и она уже решена другая проблема с ремнем видите что вертель с группами так давайте покажу как это все дело привязано выбираем ремень выбираем кости ctrl p и потом модификатор даже дата трансфер стоит и когда происходит движение персонажа ремень как гармошка по полигонам это все дело его ломает но тоже не хорошо желательно этот ремень вытащить вперед и настроить его по круговой уже на кости нос как ухо допустим и потом основную косточку привязать к тазу и уже можно будет регулировать ремень где-то подтягивать но в принципе будет смотреться хорошо при анимации еще какие проблемы значит колени и ремень подсумки ну а так в принципе ничего такого серьезного нет так рот закрывается давайте посмотрим как работают другие части значит глаза M панель закрываем и глаза G вот глаза настроены по прошлому ролику ссылку оставлю в описании как это все сделать еще бы хорошо добавить с прошлых роликов настройку именно сделать века чтобы было моргание мимика какая-то ну и все что что тут так ну хвост вот хвост работает изумительно вот хвост работает так руки работает но при анимации вылазит еще какие-то ну цело люди вылазит тут нужно тоже корректировать задницу вылезла выбирать допустим Mesh выбираем Mesh заходим в кисточкой все это дело можно как-то поднатянуть тогда это уже проблема будет частично решена вот здесь еще прибавить размер штанов где хвост чуть-чуть поднатянуть в принципе эту проблему решить значит можно ну вот с ремнем весь казус что вот этот ремень тянет за собой и штаны надо порешать этот вопрос ну ничего такого в принципе всех естественно все это возможно исправить что-то придумать где-то выпутаться шипки ими возможно ну вот он персонаж будет ссылка в описании вы сможете с ним поэкспериментировать разобраться ну лучше конечно вставить свой риг свои кости и все привязать вот это как положено дополнительными какими-то косточками на коленях вот так так ну в принципе все и а еще что значит так вот есть косточка рта давайте посмотрим как это все дело работает так постмод выбираем косточку это зубы это рот и когда мы начинаем значит вводить нижнюю челюсть вы видите что у нас начинают двигаться щеки на щеки нужно дополнительные косточки поставить ну по одной кости на щеку вот сюда и сюда две косточки добавить и когда назначатся на эти косточки значит веса и уже рот не будет влиять на эти щеки ну можно конечно дополнительные косточки на брови поставить вот тут двигать штуки три тут хватит ну все по прошлым роликам ссылки на все вопросы оставлю в описании на ролике если кому-то будет интересно вот на этом персонаже можно понять все казусы все косяки и попробовать их исправить и вот вам уже будет опыт в работе и знания прибавятся для каких-то других задач все всем пока до свидания